Итоги уходящего четверга подбудут наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Современная переправа. В Абруйске началась сборка пролетов нового Титовского моста. Сейчас производится наладка гидравлического оборудования. Когда завершатся работы? Подростковый бунт. В стране появилась субкультура ЧВК Рёдан. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность. Чем опасна группировка? Танцор диско Тумбалалайка и Хава Нагила. Ансамбль «Мьюзик Кватро Плюс» отметил пятилетие. Мы много концентрировали, мы много участвовали в конкурсах. Какие хиты покорили зрителя? А также перспективное сотрудничество, справедливые цены и упрощенный въезд. Беларусь ввела безвизовый режим для поляков во всех пунктах пропуска. Насколько? Насыщенная программа встреч с высшим руководством страны и крупным бизнесом позволила достичь договоренности, которые оцениваются в 3 миллиарда 560 миллионов долларов. Документы касаются развития отношений в самых разных сферах, включая инвестиции, сельское хозяйство, поставки продовольствия, здравоохранение, строительство, промышленность, спорт, туризм и медиа. Вы знаете, что мы крайне заинтересованы в развитии автомобилестояния в Беларуси. Вчера на переговорах с моим другом Си Дин Пин я попросил его, чтобы он поддержал мою инициативу по сотрудничеству с вашей компанией. Он мне сказал, что это государственная компания, я поддерживаю контакты специалистов в Беларуси с этой компанией и насколько это нужно для развития отношений, готов помогать. Наш интерес к вам вы знаете. Вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси, я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции. Большой блок подписанных документов в рамках госвизита касается межрегионального сотрудничества, финансов, банковской сферы, информационного обеспечения, торговли и взаимодействия по линии организации Красного Креста. Под влиянием аниме в Беларуси появилась новая субкультура. В Гомеле правоохранители предотвратили незаконную массовую акцию. Сторонники объединения ЧВК «Рёдон» собрались в торговом центре по призывам в социальных сетях. Среди 200 задержанных – 183 несовершеннолетних. Все доставлены в милицию. Возбуждено уголовное дело. Подростки до 16 лет будут предупреждены с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность. Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Агрессивное движение зародилось в России и позже появилось и в Украине. В минувшие выходные в торговых центрах соседних стран произошли крупные стычки между так называемыми «офниками», околофутбольными фанатами и участниками ЧВК «Рёдон». Представители этих субкультур предпочитают с помощью драк решать вопросы. Причина конфликта – неприятие внешнего вида. Стратегическое партнерство, безопасная поездка и лучший показатель. Экспорт белорусских пиломатериалов достиг рекордного уровня. Сколько поставлено за рубеж? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Республика до конца года ввела безвизовый режим для поляков во всех пунктах пропуска. Ранее он действовал только на белорусско-польском участке, который теперь практически полностью закрыт соседней стороной, в том числе для собственных граждан. Наше государство придерживается политики добрососедства, несмотря на политические выпады. В прошлом году по безвизу Синеокую посетили свыше 103 тысяч иностранцев. Экспорт белорусских пиломатериалов в феврале достиг рекордного уровня и превысил 80 тысяч кубометров. Это лучший показатель за десятилетия. За рубеж продается 70% продукции. В списке импортеров 69 стран. Идет поиск новых направлений сбыта. В разработке рынки Ирана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Они более емкие, чем европейские, но требуют обновления сертификации и ценовой политики. Бизнес будет работать вместе с госорганами для снижения негативных трендов в ходе регулирования цен. Белорусским предприятиям разослано порядка 300 анкет. Компании отмечают положительную тенденцию реализации 713-го постановления. Среди отрицательных моментов – уменьшение выручки прибыльности, а также инвестиций. Главная задача – продумать дальнейшие действия, чтобы сдерживать рост инфляции. В ближайшее время в правила дорожного движения маршрутного и другого общественного транспорта внесут изменения. Пока они на стадии обсуждения. Нововведение – профилактическая мера. Связано это с громкими ДТП. МВД и Минтранс, напомним, усилили контроль за перевозчиками. За три дня проверок зафиксировано свыше полутысячи нарушений со стороны водителей маршруток, автобусов и такси. В преддверии Международного женского дня Белпочта предлагает поздравить прекрасных дам с праздником. 6 марта по всей стране пройдет акция «Весенний комплимент». В этот день в главных отделениях многих городов все желающие смогут подписать открытку для мамы, бабушки или сестры. А сотрудники компании доставят карточку-адресату совершенно бесплатно. Масштабный апгрейд. Реконструкция моста через Березину вышла на новый уровень. Путепровод заменит Старый Титовский. Строительством занимаются сотрудники Треста моста «Строй». Материалы поставляет завод «Протос». Пролеты состоят из балок коробчатого сечения. Вес каждый от 8 до 25,5 тонн. Инвестиционный проект, напомним, ведется в рамках реализации государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021-2025. На сегодняшний момент 6 опор из 7 нового моста уже готовы на 100%. Устроены на 90% земляные насыпи подходов к мосту со стороны Бобруйска и со стороны Рогачева. Собран и сварен первый этап надвижки металлического пролетного строения. Сейчас производится наладка гидравлического оборудования. Специалисты готовятся к важному этапу строительства – надвижки металлической конструкции в пролетное строение между опорами. Оно запланировано на 3 марта. На объекте круглосуточно трудятся 50 специалистов. Задействовано около 20 единиц техники. Слышать, видеть, чувствовать в Бобруйской специальной школе-интернат полным ходом идет техническое переоснащение. Улучшать качество знаний помогает новый аудиокласс и интерактивное оборудование. Все благодаря государству. Руку помощи протягивает и концерн «Белый из Бумпром». С подробностями Ольга Васенда. В Бобруйской специальной школе-интернат новый аудиокласс. Все благодаря госпрограмме «Образование и молодежная политика». Проводная звукоусиливающая аппаратура с наушниками и микрофонами помогает детям с нарушениями слуха лучше понимать друг друга, а педагогу – доносить информацию. Тембры и интенсивность звука для каждого настраиваются индивидуально. На уроках используется как фронтальная, так и индивидуальная работа. То есть дети, которые справляются с заданиями быстрее, соответственно, даются дополнительные задания. Также мы ориентируемся на физиологические особенности детей. Кто-то справляется быстрее, кто-то медленнее. Темп работы на уроке разный, дети разные. В основе обучения – жестовые и тактильные языки. Один из важных инструментов – визуализация. Большое подспорье – новые интерактивные доски и стол. Сенсорный экран вызывает живой интерес у дошкольников. Дети вместе выполняют задания, что развивает навыки работы в группе. Профсоюзная организация открытого акционерного общества «Белшина» также сотрудничает с нашей школой. Мы двигаемся по обновлению ученической мебели. Это была передана мебель для первого класса, мебель для кабинета коррекционной работы. Для дошкольников и для коррекционной работы старшей школы. На днях концерн «Беллесбумпром» передал учреждению в дар 100 новых стульев. В ближайшее время их планируют установить в актовом зале. Безвозмездная помощь в виде мебели и школьных принадлежностей оказывается на постоянной основе. Игрушки, книги, конструкторы – все это хранится в удобных стеллажах от фондока. Полочки сделаны из массива сосны, что экологично. Главный плюс – долговечность. Такая мебель прослужит не меньше 20 лет. В специальной школе-интернат созданы все условия, чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно. Обучаются тут свыше ста ребят. Новые достижения детей, будь то сказанная фраза или произнесенный звук, здесь навес золота. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В оригинальной аранжировке во Дворце искусств прошел юбилейный концерт «Мьюзик Кватро Плюс». Коллектив с первых минут покорил сердца горожан. Зрители познакомились с пятилетней историей ансамбля и насладились живым исполнением. Не смолкая, звучали аплодисменты. Артисты завоевали любовь не только в Беларуси, но и в Италии, где выступали не раз. Эти пять лет проходили в поисках творческих. Мы открывали для себя новые жанры. Опять-таки же у нас появились новые плюсы в виде еще участников нашего ансамбля. Они были интересными. Мы много концентрировали, мы много участвовали в конкурсах. Я считаю, что они прошли плодотворно. Репертуар у ансамбля «Богатый». Исполнено 24 композиции в оригинальной аранжировке самих участников коллектива. На главной сцене прозвучали всеми любимые белорусские куполинка и лявониха. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова